Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это CryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем, давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что биткоин зафиксировал такой маленький рост за последние 24 часа. Если посмотреть на график, мы знаем, что за последние 7 дней был резкий рост, потом консолидация. И сейчас как будто идет попытка продолжения движения вверх. То есть биткоин снова приближается к психологическому уровню 16 тысяч долларов за одну цифровую монету. И конечно, когда, например, кликнуть на график биткоина и посмотреть на этот рост, который произошел в последние дни. Сейчас хочу его показать. То есть вот он этот рост, вот он практически этот рост и на свечном графике. Есть очень много людей, которые считают, что сейчас биткоин скорректируется, потому что цена очень резко выросла. На 15-20 для кого-то, если взять с начала октября, получается около 30%. И они утверждают, что сейчас цена упадет. На самом деле я хочу сказать, что в основном люди, которые утверждают, что цена упадет, это потому, что у них нет биткоинов. И для них это, ну они пропустили. Поэтому некоторым людям это некомфортно, когда они мимо рынка и смотрят, что цена повышается. А они практически не купили. Поэтому многие из них утверждают, что цена будет падать. А в целом, если посмотреть на новостной фон, я считаю, что даже если будет некая маленькая такая коррекция, в долгосрочной перспективе мы все понимаем, что криптовалютный рынок будет идти вверх. И играть против рынка не стоит. Я с целью говорю играть, а не торговать. Потому что торговать против рынка, это как казино, это игра. И поэтому я считаю, что играть против рынка не стоит. Итак, давайте покажу несколько интересных новостей. Значит, если посмотреть на сайте 4клок, здесь появилась новость в час, но сегодня, что второй крупнейший банк мира продаст облигации на 3 миллиарда за биткоин. Я кликнул на эту новость. На самом деле тут оказывается, что это китайский China Construction Bank, который второй в Китае. И вот они собираются разместить ценные бумаги и облигации стоимостью в 3 миллиарда на блокчейне. Я начал читать эту новость. Конечно, тут не говорится на самом деле, поскольку я понимаю, что они будут размещать эти облигации за биткоины. Здесь вот он практически первоисточник. Оказывается, что они разместят эти цифровые сертификаты на бирже для цифровых активов. И таким образом получится, что те, которые торгуют на этой бирже, смогут впоследствии за биткоины покупать эти сертификаты. На самом деле это не точно размещение, на мой взгляд, за биткоины напрямую. Но в целом это, можно сказать, да, возможность покупать облигации или подключиться к этому рынку за счет криптовалюты, за счет биткоина. Я хочу сказать, что это говорит о том, что применение, внедрение криптовалюты, в частности биткоина, расширивается. Вот крупные банки уже начнут получать деньги или поступления в биткоина. Так что тут это очень серьезные новости. Это 3 миллиарда, это уже крупные игроки. Видно, что это будет показывать обычным людям, что биткоин, это и криптовалюты, за ним очень много перспектив. И они также будут к этому подключаться. Так что новость очень хорошая, торговать против глобального тренда и пытаться поймать некую краткосрочную коррекцию. Это игра, это, на мой взгляд, игра. На самом деле я с целью хочу напомнить один твит, в котором практически план биткоин, известный криптовалютный энтузиаст, я его показывал. Здесь говорил, что по его мнению, согласно его модели, stock to flow model, цена биткоина ударит или прикоснется, или зайдет в зону от 100 тысяч долларов до 288 тысяч долларов до декабря 2021 года. Но это примерно год от текущего, от сегодняшнего дня. Даже я вчера с друзьями на эту тему говорил, потому что мы обсуждали криптовалюты, текущую динамику. И вы знаете, это действительно очень мощный рост. Если от текущего уровня там в 15-16 тысяч долларов биткоин дойдет даже до 100 тысяч долларов. Но, конечно, на мой взгляд, это кажется немножко слишком оптимистично. Хотя мы хорошо знаем, что на рынке, когда цена начнет расти, начнется мощный рост, цена может удвоиться, утроиться, в 5-10 раз увеличится очень быстро. Так что это иногда может оказаться немножко фантастикой, но на самом деле это может произойти очень быстро. Я вот на фоне этой новости хочу показать другую, которая практически имеет следующий заголовок. Против популярной модели сток-то-флоу плана биткоин предложили ставку в 1 миллион. Я начал читать эту новость, вот он криптовалютный неэнтусиаст, который практически выложил твит 13 часов назад, именно в ответ на тот твит, который план B выложил. Что он наоборот делает ставку в 1 миллион долларов, что эта модель сток-то-флоу рейчу или модел не сработает и будет сломанной в течение 5 лет. И он интересуется, как я могу против этой модели поставить ставку. Вот на самом деле, конечно, я понимаю, что эти цели 100 тысяч, 288 тысяч, они слишком оптимистичны на ближайшие 1 год или 12 или 13 месяцев. Да, это может произойти, на мой взгляд, через 4-5-10 лет. Это произойдет, крипторынок будет идти вверх. Даже если это окажется, что не биткоин поднимется так много по стоимости, какая-то другая криптовалюта, альтернатива, если появится биткоину, она сделает этот прорыв мощный вверх. Но это произойдет. Капитализация криптовалютного рынка будет триллионная. Триллион, два, три и так далее в ближайшие 5-6 лет. Без сомнений, на мой взгляд. И поэтому делать такие ставки против рынка, это еще один раз игра. Я хочу сказать, на мой взгляд, это в основном люди, которые практически пропустили вот этот рост. Им уже как-то некомфортно по текущим высоким уровням зайти в рынок. И они все время говорят, цена будет падать, цена будет падать. Но вы знаете, я уже 14 лет на финансовых рынках, и тут не по поводу только криптовалют. Очень часто я, когда общаюсь с людьми на темы там инвестиций, на темы куда вкладывать, кто что практически купил, сразу на 80% видно, что у человека практически немножечко дискомфорт, что он не зашел в рынок, и сразу начинает запускать какие-то там негативные новости или утверждения, или мнения по поводу какого-то актива, который на данный момент повышается в цене. То есть, да, если там цена падает, и мы видим, что что-то не так хорошо у этого актива, фундаментально, конечно, тогда можно обсуждать, что там проблемы, там не будет перспектив в ближайшее время. Но когда ты видишь, что цена повышается, и когда ты понимаешь, что глобальные новости, они в пользу биткоина, утверждают, что цена будет падать, это игра, это попытка практически иногда умничать. Итак, на мой взгляд, друзья, даже я хочу показать на графике биткоина, я вчера практически для Leo Finance, вот он график, это дневной таймфрейм, мы знаем, что произошел выход из симметричного треугольника. Просто хочу напомнить, что здесь практически был мощный рост консолидации, на самом деле эта консолидация рисовалась, я просто это сейчас хочу показать, и мы заканчиваем в качестве восходящего треугольника. Вот он практически восходящий треугольник, то есть вот она практически верхняя линия, в которой несколько раз ударился график, и кажется, что сейчас идет очередная попытка выхода из треугольника. Если перейти на 30-минутный таймфрейм, вот здесь можно лучше нарисовать уровни, вот верхняя граница, вот идет как будто попытка выхода из этого треугольника. И еще раз хочу напомнить, эти треугольники, вот эти восходящие Ascending Triangles, они считаются фигурами продолжения тренда, и учитывая, что до этого тренд был восходящий, большая вероятность того, что произойдет прорыв вверх. На самом деле это мое личное мнение, каждый для себя уже сам решает, я точно против рынка не буду играть. Итак, друзья, у меня на этом все, спасибо за ваши просмотры, хорошего вам дня, удачи на финансовых рынках, здоровья, и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdCribs. Субтитры создавал DimaTorzok